Я вернулся в игру и ничего не понимаю, какое оружие мне нужно, а какое нет. Triple Vibe сделал видос про PvP и PvE оружие, чтобы знать, что фармить. Много таких комментариев я видел с момента релиза финальной формы. Сделать обещал? Сделал. В этом видео поговорим о PvE оружии, а если ты прямо сейчас поставишь лайк под видео, то в отдельном ролике в таком же формате поговорим про оружие для PvP, чтобы там страдать не так сильно. Так что поставь лайк, коммент, подписку о форме и внимательно смотри за списком оружия, который я составил на сегодня. Но что нужно понимать заранее? В список вошло оружие, которое можно получить в игре прямо сейчас, после релиза финальной формы. В приоритет я ставил то оружие, которое достать может даже новый игрок, который возможно еще не обзавелся командой в игре, недостаточно опытный и не особо оторвется в сложной активности, типа рейдов или испытания Сириса. Я безусловно не перечислю всего оружия, которое можно назвать хорошим, потому что сценарии использования бывают разными. Так что если вы опытный игрок, напишите свой топ 5 пушек на каждый день в PvE активности в комментариях, будет интересно почитать, а кому-то может быть еще и полезно. А еще будет полезно напомнить, как в непростой геймерской ситуации пополнить кошелек Steam, чтобы в игру-то вообще поиграть. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет с самой низкой комиссией на первое пополнение. 10% Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине RF. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании, думаю многим сейчас это точно будет полезно. Теперь к пушкам. Если начинать с того оружия, которое просто достать и которое будет эффективно в ПВЕ активностях ежедневных, то начнем, пожалуй, с оружия из бледного сердца, а именно автомата без колебаний. Это винтовка на новой уникальной исцеляющей раме. Благодаря ей при стрельбе от бедра вы будете исцелять напарников по команде. Это, во-первых, само по себе круто и необычно, и особенно ценно, если вы играете на солнечном подклассе, кстати. Потому что раз эта способность автомата лечит людей, она же активирует фрагмент уголек благосклонности, который ускоряет восстановление всех ваших способностей за то, что вы лечите своих друзей. А поскольку с автоматом без колебаний вам ничего не мешает постоянно лечить напарников в любую минуту, просто стреляя в них, вы так себе обеспечите быстрый откат всех способностей на постоянной основе. В общем-то, таким образом можно собрать себе билд на какого-нибудь варлока, как на полноценного саппорт хиллера. А поскольку способность исцелять стражей постоянно активна, есть смысл также учитывать ее и при выборе перков на автомат. Я лично остановил свой выбор на связке препарат и раскаленность. Первый после исцеления накладывает эффект воссоздания на вас и союзников, а второй заставит убитых врагов накладывать на окружающих ожог, благодаря чему чистить волны противников будет, ну, супер просто. Чтобы получить этот автомат, просто играйте на локации Бледное Сердце, качайте ранги у призрака, и когда вы наконец получите 5 версий этого оружия в красной рамке, вы сможете отправиться на Марс, чтобы сковать без колебаний с теми перками, которыми нужно, а затем еще и улучшить их, увеличив силу эффекта. И не улетаем пока из Бледного Сердца. Следующие пару пушек тоже добываются здесь, по такому же принципу, и также могут быть скрафчены в анклаве. Пистолет Зов. Безусловный номер один среди нового оружия после релиза финальной формы. Пистолет в первый слот, стреляющий ракетами и использующий зеленые боеприпасы. Я уже делал о нем отдельный ролик, где разбирал его особенности подробно, так что посмотри, если хочешь внимательно изучить, что в нем особенного. В этом ролике я, чтобы не повторяться слишком, скажу коротко о перках так. Для Зова самой казуальной связкой перков можно назвать боеприпасы-маячки и детеныш. В отдельном видео об этом пистолете я не уделил внимания этой связке, потому что сам выбрал другую пару, и многие мне писали в комментариях, что с ней можно было бы поспорить. Я сам играю с таким пистолетом, жажда адреналина и диверсант. Мне было важно, потому что, чтобы пистолет позволял привнести что-то полезное в мой билд и восстанавливал энергию гранат быстрее. Так что вы можете выбрать хоть ту, хоть ту связку. Первая улучшит помощь в наведении ракет и поможет на зачистке мелких противников. Вторая даст бонус к восстановлению гранат и хорошо подходит к билдам на ближней дистанции. Но еще больше идей для перков в отдельном видео об этом пистолете по ссылке в описании. Последним оружием, которое тебе нужно сегодня вынести из бледного сердца, будет хранитель памяти. Пулемет на агрессивной раме, а значит с хорошим уроном. Видишь ли, какая интересная штука. У оружия из бледного сердца есть общий перк. Выбор торговца. Благодаря ему, убийства из такого оружия восстанавливают больше энергии суперспособности, чем обычное оружие. Так что использование пулемета с этой особенностью отличный способ чаще восстанавливать свою суперспособность. При этом, чем больше оружия из бледного сердца вы одновременно используете, тем лучше эффект. И смотри, пистолет зов в первый слот, автомат без колебаний во второй, а пулемет в третий. Бери любые эти пушки и восстанавливай свой супер быстрее. А в зависимости от того, какие перки ты выберешь на автомате и пистолете, еще и обычные способности тоже восстановишь. Лучшей связкой перков на этом пулемете определенно можно назвать восстановление и смертоносную приманку. Выстрел с одного оружия, второго и переключаемся на пулемет. Получаем отличный урон по боссам. Супер пулемет, который при этом и достать еще проще простого, ну и как остальное оружие из этой локации, его можно крафтить. Так что не забудьте улучшить перки, если соберете пулемет в анклаве. Дальше чуть сложнее. Меч лезвия гильотины. Топовый по многим параметрам меч, который можно использовать для урона по боссам даже в самых сложных активностях. Типа рейдов. А все потому, что среди перков на этом мече можно получить сразу два перка на урон. Да, я сам все еще такой меч не выбил. Стрижающее оружие или безумие в первой колонке и, например, в окружении и клинковый вихрь, ну или смертоносную приманку во второй. И это при том, что в текущем эпизоде. Эхо, в артефакте доступны куча модов на мечи и их улучшения. Перегружающий меч для чемпионов, выносливость клинка, серебряный клинок и расширяющая бездна, повышающий урон от пустотной энергии. А меч как раз пустотный. Так что если вы столкнетесь с боссом, которому можно подойти для рукопашной дистанции, то лезвие гильотины станет лучшим выбором для нанесения урона по такому боссу. Получить этот меч можно случайным образом, играя в плейлисте «Осада» в разделе «Авангарда». Когда этот меч упадет вам с двумя перками на урон, вы можете улучшить их за ресурсы, повысив мощность их эффекта, как на крафтовом оружии. Крафтить сам этот меч невозможно, он не падает в рамки. Пятое оружие и давайте вспомним об экзотах. Экзотов в игре полно годных, но я расскажу о тех, которые использую чаще всего сам. Начну с револьвера «Солнечный выстрел». Да, это экзот первого года игры, он многое повидал, но он все еще чувствует себя отлично. Особенно последние пару лет, после того, как получил череду бафов, и несмотря на то, что его попробовали занерфить в прошлом, по-моему, сезоне, это не сильно на нем сказалось. Я считаю, что это самый универсальный револьвер для ПВЕ активностей любого уровня сложности. Вот просто на каждый день. Он отлично справляется с нанесением урона по мощным противникам, типа чемпионов или каких-нибудь желтых мобов, благодаря своему архетипу. А самое главное, он просто невероятен в зачистке мелких мобов, благодаря своим перкам. Стреляет разрывными патронами и подсвечивает цели, получившие урон. Противники, уничтоженные из солнечного выстрела, взрываются, высвобождая солнечную энергию и обжигая другие цели поблизости. Насколько это эффектно и эффективно, вы можете судить сами по видеоряду. Получить солнечный выстрел можно случайной наградой за любую активность, из инграмы у торговца Зура, или если же он решит продать его напрямую в какие-то из выходных. Кстати, о том, как устроен Зур, которого обновили после финальной формы, у меня есть тоже отдельное видео, посмотри обязательно. Я обожаю этот револьвер, и это, пожалуй, мой любимый экзот в Destiny 2. Я сколько лет в игру играю, так замены ему и не нашел. Хотя ближе всего к тому, чтобы заменить солнечный выстрел, лично для меня подобрался другой экзот, который также хорош на зачистку. Лук, тройственный гуль. Это вообще самое пивное оружие в игре. Вы убиваете одного моба, и потом забываете, как целиться. Просто лупите в землю, куда угодно, и электрозаряды от стрел сделают всю работу за вас. Но надо уточнить, что настолько простым и эффективным, лук становится только после того, как вы получите и активируете катализатор на него. А для этого нужно постараться и помолиться богам рандома. Получить сам лук, как и катализатор на него, можно только случайным образом, как и солнечный выстрел. Так что открывайте экзотические анграммы у Зура, играйте любые плейлисты, и если вам повезет, то вам упадет сначала лук, а потом и катализатор для него. Но поверьте, как только вы победите великий рандом, вы будете довольны. Этот лук обожают в сообществе за его наилегчайший способ использования. Опять-таки, как и в случае с солнечным выстрелом, вы видите, что геймплей на фоне говорит сам за себя. Даже в самых сложных активностях тройственному гулю нет равных по зачистке толпы врагов. Проблемы могут начаться при появлении противников пожирнее, с желтой или оранжевой полосой здоровья, но для них у нас есть все же пулеметы и оружие на особых боеприпасах. Сделаем перерыв от экзотов и вернемся к легендарному оружию. Обсудим еще одну новую пушку, представленную в первом эпизоде «Гранатомет. Потерянный сигнал». Это первый в игре гранатомет на новой раме «Огонь на воспрещение». Это означает, что он стреляет очередями гранат, и эти гранаты оставляют после себя такую лужу из стазиса, очевидно напоминая экзот «Горстка пепла». Это очень мощное оружие для блокирования зон спауна противников, например. Также его можно использовать для нанесения дополнительного урона в пассивном режиме против не сильно подвижных боссов или оглушенных чемпионов, например. Кинули гранату под него и дамажите с другого оружия. Из перков вам обязательно нужна кабура с автоподзарядом, чтобы как раз в таком сценарии иметь возможность сделать выстрел, переключиться на другое оружие, наносить урон с него, а затем переключиться обратно и снова выстрелить. А перк в последней колонке будет зависеть от того, как вы планируете играть с этим оружием. Если вы хотите, чтобы оно перекрывало зоны спауна и убивало кучу мелких врагов, например, можно выбрать перк «Раскат», чтобы немного увеличить размер зоны поражения. Если вы хотите использовать его только для нанесения урона по боссу, очевидно выбирайте стрижающее оружие, чтобы получить 15% баф к урону. Но на мой взгляд, универсальным выбором будет один за всех. Он даст бонус к урону после того, как вы задамажите трех врагов, что с этим гранатометом сделать супер просто. Под мелочь кидаем одну лужу, получаем баф к урону и кидаем вторую лужу под моба покрепче. Чтобы получить гранатомет, вам нужно просто играть в игру, зарабатывать эхо-энграммы и расшифровывать их в шлеме. Гранатомет можно крафтить, так что каждую неделю вы можете купить одну версию в красной рамке у нейроматрицы. Снайперская винтовка «Вечная охота» – еще один экзот, о котором я, ну, не мог не рассказать. Это одна из лучших винтовок для нанесения урона по боссам после выхода финальной формы. Особенно круто она работает на классе «Охотника», дело в ее главном перке, благодаря которому вы можете накопить шкалу заряда, которая даст вам выстрел, как из ульты «Золотой пистолет» на «Солнечном охотнике». То есть, по факту, снайпа дает вам вторую ульту. Режим «Золотого пистолета» на винтовке, правда, невероятно похож на суперспособность охотника и по характеристикам. Каждый точный выстрел уносит больше урона, за второе попадание бонус составит 45%, за третье – 90%, а надев шлем «Звездный полуночник», вы получите один, но куда более мощный выстрел. Я регулярно использую эту винтовку именно в таком сценарии. Ультанул «Золотым пистолетом» в шлеме, потом ультанул второй раз с винтовки и потом настреливаю с нее же в крит-боссу, чтобы зарядить еще ульту на винтовке, потом еще один мощный выстрел и так по кругу. Урон топовый для любой активности, вплоть до рейда, как видите. Я о винтовке делал отдельное видео, там рассказал, как ее получить по квесту и еще подробнее разобрал способы применения. Так что обязательно посмотрите, чтобы знать все нюансы. Тут повторяться не буду. Если мне нужно взять револьвер в какую-то пве активность, то скорее всего это будет полночный переворот. Из тех револьверов, которые может достать любой игрок даже в соло, он лучший по моему мнению. 140 выстрелов в минуту, удобный паттерн на даче, емкий магазин и хороший набор перков. К сожалению, пистолет нельзя сковать, но зато его можно фармить в простом плейлисте «Осады», а не в рейде, откуда он вообще изначально родом. Из перков я бы советовал светлячок или фугаски в первой колонке и отчаянные меры или один за всех во второй, как перки на урон. Револьвер может вам сгодиться даже в пвп, честно говоря, но все же об убийстве других стражей мы поговорим в отдельном видео. Для этого вы помните, что нужно сделать – лайкос прожать. Еще один легендарный пистолет во второй слот, стреляющий ракетами, но на этот раз электрического типа урона – «Должная Доброта». Достать его чуть сложнее для игрока, недавно пришедшего в игру, но поверьте, он того стоит, потому что альтернатив ему кроме Зова нет. Некоторые считают, что и Зов ему тоже не альтернатива. А все потому, что на этом пистолете можно выбить редкий и крайне ценный перк – электрозаряд, благодаря которому после того, как вы поразите одну цель и перезарядитесь, пистолет начнет стрелять ракетами с электрозарядами почти такими же, как на экзотическом луке «Тройственный гуль», о котором я говорил ранее. При сражении в активностях, в которых много не только мелких врагов, но и крупных, с желтой полосой здоровья, этот пистолет просто главная палочка-вручалочка. Особенно, если у вас получится выбить идеальное сочетание перков – это боеприпасы-маячки и электрозаряд. А выбить этот пистолет можно, проходя этапы в подземелье руины полководца. Так что если у вас есть команда или вы готовы искать ее на ЛФГ, обязательно формите этот пистолет с этими перками. Это уникальное оружие, которое вам не захочется менять, скорее всего, ни на что другое большую часть времени. Ну и напоследок еще один экзот из дополнения финальной формы. Микрокосм – ультимативное решение для нанесения урона по боссам в любой активности. Не понимаете, как сочетаются какие-то бафы или дебафы? Не собрали еще себе билд на персонажа, но нужно каким-то образом вваливать нестыдный урон по боссу? Вот именно для таких случаев микрокосм кажется и создан. Получить его довольно легко, нужно только пройти специальный квест, состоящий из трех миссий. Подробнее о нем я рассказывал в отдельном видео. Главные особенности микрокосма – это единственное оружие – лучевая винтовка в третий слот с кинетическим уроном. А он, кстати, в ПВЕ повыше. А еще лучевка наносит больше урона после того, как вы ультанете. И вот это уже самое интересное. После того, как вы примените свою суперспособность, вы получите 20 секунд бонусного урона. Сам этот бонус составит 20%. Началась фаза урона по боссу. Ультанул, взял микрокосм и стоишь плавишь. Проще просто некуда. Хотя есть пара лайфхаков, которые могут его еще улучшить. Но о них я рассказал также в отдельном видео про микрокосм. Так что посмотри его, если интересно узнать, как именно получить эту лучевку и как эффективно применять. Вот такой ПВЕ набор у меня получился. Конечно, можно было бы докинуть сюда еще чуть ли не из десяток других пушек, не менее достойных. Но или их достать игрокам без большого опыта было бы сложнее. Или их в соло совсем никак не достать. Или бы они мало чем отличались от того, о чем я уже рассказал. Так что давайте договоримся. Если этот формат нравится, пишем комментарий, лайк ставим. Это продвинет ролик. И я сделаю такую же подборку для ПВП оружия. И еще отдельную, для того, чтобы рассказать, какое оружие лучше использовать для урона по боссам. А на сегодня пока все. Спасибо за просмотр и подписку. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник.